Добрый день, дорогие друзья! Я хочу напомнить вам, что 12 февраля у нас состоится концерт Центрального военного оркестра Министерства обороны Российской Федерации. А солировать на этом концерте будут верхневолжские финалисты и участники популярного шоу «Голос». Сегодня у нас в гостях Кирилл Суслов. Здравствуй, Кирилл! Здравствуйте! Вот буквально недавно мы голосовали за Кирилла, понимали, что он лучше всех, держали кулачки, всяко-всяко мечтали и надеялись на то, что он выйдет в финал, но он добился очень хорошего результата. И сегодня я хочу тебя спросить, вот твои впечатления об участии в этом проекте? Ну, прежде всего, я хочу сказать и поблагодарить всех тех, кто за меня голосовал. Это Тверская область, Тверь, мой родной город Ржев. Для меня это очень важно, очень приятно. И я думаю, что своими концертами и выступлениями я обязательно всех буду благодарить. По поводу участия в шоу «Голос», ну, это было для меня такое классное путешествие, где я получил, наверное, безграничный опыт. И я думаю, что это такой мой хороший шаг в дальнейшую профессиональную карьеру. Расскажи о своем наставнике. Вот что тебе дал вот этот вот опыт общения с Полиной Гагариной? Ну, прежде всего, я был вообще удивлен, когда я с ней познакомился, что она очень прям обычная, хорошая девушка, с которой просто мы общались, наверное, как вот, наверное, с подругой. Она очень легкая в общении, у нее хорошее чувство юмора. Как наставница, наверное, она со мной больше работала над образами, нежели вот какие-то, она не подсказывала, вокальные дела, потому что у нас с ней разные направления. Она поэт-эстраду, я более классический певец, поэтому у нас были такие с ней отношения уже по номерам. Мы делали прям вот номера. А с вокалом разбирался я со своим педагогом. Продолжаешь ли ты общаться с Полиной Гагариной? Есть ли у вас какие-то совместные творческие планы? Да, вот когда был финал, я приходил, прежде всего, поддержать Яну Габасу с командой Полины Гагариной. И после финала я зашел к ней, подарил цветы. Вот. И она очень обрадовалась, увидев меня, и сказала, что мы постоянно на связи, какие-то вопросы, какие-то, может быть, что-то не будет получаться. Всегда звони, всегда пиши. Я открыт для общения. Я думаю, что мы с ней еще не раз, может быть, и встретимся, и, может быть, дай бог, что-то и получится сделать творческое. Расскажи, пожалуйста, вообще вот о своей жизни. Чем ты занимаешься? Вокал – это твое все или это просто хобби? Я закончил Тверской государственный технический университет в 2015 году. По специальности я инженер-околог. Но так получилось, что, в принципе, я всегда был на сцене с самого раннего детства. У меня мама работала хорместером в Ружевском детском эстрадном театре «Мальчишки и девчонки». И поэтому я там, наверное, ну, не знаю, лет с четырех я был с ней постоянно. И мне всегда это нравилось. И выступления, и мы играли и спектакли различные, и пели, конечно же. Не знаю, кстати, почему я пошел учиться в политех. Наверное, было такое заблуждение мое, что, ну, наверное, нужно сначала получить профессию хорошую, а потом уже там петь песни. А вот, а получилось, получилось наоборот, что, ну, в принципе, я не жалею, что я не пошел учиться сразу на, куда-то на музыканта, потому что, в принципе, все, что проходит в университетах, я уже все наверстал. А как я вообще пришел к профессиональной деятельности? Я пошел в армию в 2015 году, и так получилось, что меня забрали в ансамбль «Песни и пляски» центрального округа Росгвардии. И я там служил срочную службу, и потом оставался на контракте. А вот, и будучи там, я начал уже более профессионально развиваться и вокально, и я пел в хоре, я выучил нотную грамоту. А потом мы с ребятами, вот опять же, с ансамбля, решили сделать свою группу, трио, чтобы вот работать, не зависеть ни от кого. В принципе, что мы сейчас и делаем. Скажи, пожалуйста, добавила ли тебе опыта, вот, и популярности участия в голосе? Популярности 100%, потому что очень много отзывов я получал, ну, понятное дело, что в Сверской области это ладно, но это был и Дальний Восток, и Чита, Екатеринбург. Там, то есть, мне писали вообще с разных уголков нашей страны, выражали благодарность, это для меня было очень приятно. Я хочу сказать, что со стороны создается впечатление, что ты имеешь музыкальное образование вот так, как ты это делал, и так, как ты это доносил. Я думаю, что здесь, конечно, сказалось то, что мама у тебя музыкант. 100% это только воспитание, то есть, я рос в музыкальной семье, в творческой семье, я могу сказать, что, в принципе, у меня и папа довольно-таки хорошо поет, хоть он тоже не занимался нигде, но у него и хороший слух, и хорошие вокальные данные. Я думаю, если бы он это развивал в свое время, у него бы тоже сложилась бы хорошая карьера. Ну, мама, само собой, музыкант, и, в принципе, у нас семья вся творческая, если брать там бабушек, дедушек. Прадедушка у меня постоянно всегда играл на гармошке, пел песни, это были всегда такие у нас застолья в деревне. То есть, любое застолье не проходило без гармошки, всегда пели песни. И, в общем, наверное, только это и воспитало во мне вот какой-то музыкальный вкус, музыкальный интерес. Где же ты, моя любимая, возвротись скорей, красотой своею нежной, сердце мне согрей. Я не помню, какой был конкурс, он проходил в филармонии, военные песни. Не помню, как он назывался. Это было, наверное, перед армией. Это был 14-й год, наверное. Я выступаю там, как от Држева просто конкурсант, пою. Я не помню, что-то я там занял. Не помню, по-моему, второе или третье место. Не буду врать, честно, не помню. И там сидел в жюри заслуженный артист России и Украины, Целинка Александрович. Это мой педагог, который после выступления подошел ко мне, подошел к моей маме, сказал, у вашего сына прекрасные данные, но петь он не умеет. Он пригласил меня на свои занятия, говорит, давай я буду с тобой заниматься, поступай ко мне учиться. А так получилось, что я уходил в армию. Вот как раз-таки там буквально через месяц я говорю, я ухожу в армию, я не могу. Я с удовольствием приехал бы, но никак. И он сказал, что если захочешь, ты меня найдешь. И я ухожу в армию, служу год. Понимаю, что я попал в профессиональный коллектив. Раньше я как бы занимался, можно сказать, такой любительской самодеятельностью. И я понял, что уровень-то у меня никакой, мне нужно заниматься, и без этого никак, нужно развиваться. Потому что я посмотрел на ребят, которые выходят и поют солисты ансамбля. Я просто так открыл рот и понял, что я вообще, кто я такой вообще, что я здесь делаю. И я позвонил педагогу через год. Он меня вспомнил, и так произошла наша с ним встреча. Скажи, пожалуйста, есть ли у тебя опыт исполнения с живым оркестром? Вот я в частности говорю, напоминая о том, что предстоит концерт с Центральным военным оркестром. Конечно, с оркестром я пел очень много раз. Это вот военный наш ансамбль песни и пляски Центрального округа. Это также нам вот такой опыт был у нас поработать с замечательным дирижером, с Феликсом Марановским. Мы пели с ним концерт. Поэтому опыт с оркестром, могу сказать, что немаленький. И также, конечно же, на голосе я пел с Сергеем Сергеевичем Жилиным и с оркестром под его управлением. Толь залить их доверху томатом, посыпать черным перцем, а также тертым сыром и малым вином. А что ты ожидаешь от этого концерта? Вот все-таки оркестр один из лучших в мире, Центральный военный оркестр. Ну, вообще, если честно, петь с оркестром – это вообще отдельная история. Во-первых, это совершенно другой кайф, когда ты находишься на одной волне с музыкантами, когда тебя чувствует дирижер, когда ты его чувствуешь, и получается совершенно другая музыка. Для меня это просто, во-первых, интересно. Это прям, это опять же опыт. Поэтому я думаю, что должно получиться все хорошо. Точнее, получится все хорошо. Что ты можешь пожелать нашим зрителям уже в наступившем 21-м году? Ну и всем зрителям Тверской области я хочу пожелать в наступившем 21-м году прежде всего, наверное, здоровья, потому что, как показал предыдущий год, это очень важно. Хочу пожелать вам еще терпения, чтобы вы ценили всех, кто находится рядом с вами. Это, наверное, самое главное. Итак, дорогие друзья, с Кириллом Сусловым мы с вами встретимся 12 февраля. Он будет солировать Центральному военному оркестру Министерства обороны Российской Федерации. Оставайтесь с нами. Субтитры подогнал «Симон»